Гриш, ты хочешь поехать на оленью ферму? Да! Ну тогда сейчас будем собираться? Да! Итак, мы выехали. Едем на ферму. Ехать до нее почти 90 километров, хотя она находится в 30 километрах от нашей дачи. Нам придется ехать до двери, а потом возвращаться обратно. Все из-за реки, через которую ближе нет переправы. Точнее, можно перебраться как-то через Конаково, через паром. Мы делать этого не будем. Мы едем на ферму Судемир. Как-то так называется. Это оленья ферма. Это все, что я про нее знаю. Мне было поручено про нее рассказать, но я ничего не знаю, кроме того, что она оленья. Там проводятся сафари, корпоративы и все такое. Гриша, скажи пару слов. Гриша, скажи олень. Нет? Не будешь говорить? Да. А мы шапуня. Гриша, пуня. Краешь. Река Шоша. Красота. Если бы что-то было видно. Цель старого ставит машину. Найди ко мне. Я не знаю, что идете. К сожалению, плохо видно, но очень красиво. Часть реки, не знаю, что это за река, какой-нибудь приток Волги, наверное. Тут практически морской пейзаж. Реку хорошо видно. Езжаем в Тверь. Все же придется нам посетить этот прекрасный город в рамках нашего сегодняшнего путешествия. Мы все еще едем по Твери. Какой-то необъятный город. Если что-то видно, то это река Волга. Ну, скоро будем уже, надеюсь, из нее выбираться и поедем в обратном направлении в сторону дачи, но уже с другой стороны Волги. Сань, нам же надо на Бежицк и Кимры? Наверное. Понятно. Гриша, ты что скажешь? А? Или ты спишь? Ладно. Едем лесными серпантинами. Справа какой-то карьер. Я думаю, что на обратном пути мы заедем и посмотрим, что там, как там. Можно ли купаться, ставить палатку. Очень интересная местность. Сосны, песок. Тут рядом какой-то завод по переработке песка. В общем, интересное местечко. Приближаемся к точке назначения. Уже дорога полугрунтовая, все как мы любим. Ни одной заправки, ни одного магазина по пути. В глушь. Продолжается наше путешествие. Едем по суровому грейдеру. В местечке под названием Лисицы. Все страньше и страньше. Надеюсь, мы едем правильно. Прибыли на место. Пока это выглядит несколько странно. Почему? Ну, потому что тут ничего нет, мне кажется. Никого нет. Мы тут единственные. Касса, туалет, сувениры. Ну ладно, хоть пописаем. Сударыни и богатыри. Даже олени рога есть. Всяческие. Всякие штучки. Саня, ты взяла корм для оленей? Нет. Нет. Гриш, ты куда пошел? На аф смотреть? На аф. Видел какой большой аф? Да, он там лежит, спит. В теньке. Целое ведро оленевого корма. Пошли кормить. Гриш, ты идешь? Да. Ну давай. Где-то там в глубине благородный олень сидит в яме. Естественно, вот эти рога, которые он сейчас отращивает, это панта называется. Это еще хрящевая клетка, которая еще растет. Они сейчас очень бережно к ним относятся, потому что для них рога это символ власти. Ну понятно. Там еще кожа вроде довольно чувствительная на этих рогах. Очень, да, чувствительная. Они поэтому, когда начинают какие-то споровы снять, они обычно копытами, а не рогами. Я тут коз подкормила. Гриша, олень не видел? Да. Морковку мы даем. Только аккуратно. О, отлично. Ой. Давай еще морковку. А они кукурузу тоже, да, едят? Ой, это для них как мы, демс, для детей. Да. Да, это только так. Какие странные, как палки приделали просто. Ам, ам. Ам, ам. Ам, ам. Да, покорми еще. Вот это была дочь Виктор Сергеевич. Это главный наш. Виктор Сергеевич? Да. Виктор Сергеевич олень? Да. Прекрасный. Это замечательный, так сказать, главный. Да, уважительно. А в лесу они просто на свободном. Да. Но все равно какое-то есть ограждение. Да, конечно, от хищника, в первую очередь. Потому что, ну, у них же выживаемость больше, чем... Гриша, лучше дай ему еще кусочек. Какие прикольные. Ам. То есть эти рода старше, чем вот эти? Да. Или нет? Эти панты, да, это которые вот обтянуты кожей, я так понимаю? Ну да, они еще растут. Они еще бережно к ним относились. Ага. Они еще формируются. Некоторые отростки могут быть побольше. Ага. Ну вот какие старше? Эти или эти? Где побольше вот этой кожи нарастут? Ам-ам. Давай еще ам-ам, а то я поздно начала снимать. Гриша, дадим ам-ам. Давай, Гриша, ты вот так вот ладошку раскрой. Раскрой ладошку вот так, да. Давай еще. Не-не, не мне. Да, вот так вот. Вон, вон, ам. И ты, конечно. Гриша, ну ты из ручки прям давай. Слепни, конечно. Да. Не, ребята, у меня ничего, я просну. Ну вот немного так вот, выясняю. Ага, кто первый будет есть? Да, там. Ну а вот в лесу там прям нормально как идет. Значит, часть шоу. Ну да. По развлечению, например. Ам? Ам? Не, у меня ничего нет. Пусто. Гриша, еще будешь кормить? Да. Гриша, ну не сыпь, с ручки давай. Вот так вот. Гриша, ну не сыпь, с ручки давай. Во. Так, сидя? Да, так. Так, сидя? Да, так. На. Нет. Тут местная власть подгоняет. Ам. Ну, лично я это, видишь, так чтобы он донял. Так, кто подойдет, он его подгоняет. Да. Прекрасно. Она прикольная. Да. Угу. Мы пришли к альпаке. Он там на заднем плане черненький. Не, коза, мы вам не дадим ничего, у нас все закончилось. Извиняйте, ребят. Пусто. Как его приманить? Нас вон тот товарищ интересует, черненький. А может, тем воротом он туда лицом повернет? Да, он занят поеданием пищи. Морковку сохранили же? Прекрасно. Гриш, ну не высыпай. Все? Все скушаем? Айпад надо у нас под химками смотреть. Да, там их побольше. Прям ждет. Это все козы, да? Не козлы. Ну, это-то явно, да. Вот эти три точно козы. Если я не обращал внимания, что у них вымя из двух всего состоит. Молодой человек пошел приманивать альпавку к нам едой. Ну, пока козы реагируют. А вон она идет. Гриш, будешь альпавку кормить? Ой, какой офе. Ой, ой. Да, прикольный. Пойдем. Гриш, на морковку. Иди, альпаки дай морковку. Черный. Смотри какой. Хорош. Оригинальная такая расцветка с белым пятнышком. Как Дэвид Боуэй. Афоня. Да. Такой, ну что я пришел? Из-за одной морковки? Айфоня, ты будешь вот это? Саша, ешь? Это барахло, ешь? А-а-а-а. Айфоня, вот этот кусается. У него зубы-то такие большие. Ну, в смысле не кусается прям, конечно? Фотографирую его, пока он рядышком. Еще с козами, да, тут отношения выясняет. Я, говорит, тут главная звезда. А вы пошли отсюда. Они тоже, видимо, лазают, да? У них вот эти вот копытки такие. Где, по скалам? Ну, вверху, да. Ну, может быть. Ой. Пусть здоров. Пусть здоров. Пусть здоров. Гриша, ты альпаку изображаешь? Это же настоящая ладья викингов. Сейчас мы будем в ней фотографироваться. Сейчас будем забираться на колокольню. А там, справа, изба на курьих ногах. Баннер усадьбы Судимир. Такое тут вот хозяйство. Деревянный велик я не вижу. А, рядом с избушкой деревянный велик. Не знаю, будет видно или нет. Ну, полезли на колокольню. Гриша, давай ты. Уиииииииииииииииииии. Гриш, давай ты! Покорение вершин. Не, ну вообще-то здесь прикольно. Такое деревянное городище какое-то они тут организовали. Кремль. Да, мама, папа! Ура! Потрясающе. Еще и спортивные упражнения на открытом воздухе. А Гриша нашел велосипед. А рядом со сбой на курьих ножках. Это что такое у нас? Ворота Кремля. Ну, какой велосипед! Классика. Ну, потом туда уже берешь стену-то. Восхождение на Кремлевскую стену. Ну, смотри-то его там одна ступенька отсутствует. Нет. Нет, он уже залез. Дождя, не спускайся пока. Древний Судимирский Кремль. Гриша, слазь! Все, пошли! Еще один прощальный созвон колоколов. Мы выбрались с фермы, и теперь едем смотреть на Константиновский карьер, который здесь по дороге недалеко. Там, наверное, будет песчаное дно, песчаные берега, ну и вообще должно быть красиво там. Мы прибыли на карьер. Здесь примерно вот так. Пляжи, солнце, сосны. В принципе, неплохо. Но где-то попить чая пока непонятно. Солнышко светит, припекает. Куда бы нам податься? Куда бы нам податься? Хорошо, найдем. Гриша там пока вдалеке разбивает лагерь. Установка столов, кресел. Сейчас будем ставить печку, искать шишки и заваривать вкуснейшие дошираки. Я шишки собираю. Ой, я уже начала как-то снимать. В общем, мы остановились на берегу карьера. В таком вот сосновом бару прикольном. Сейчас поставили столик, будем чай пить. И что-нибудь перекусим. Макс собирает шишки для щепочницы. Почти самовар у нас. Высокотехнологичный самовар. Да, высокотехнологичный. От него еще можно заряжать электроприборы. А вот там карьер. Тут еще есть какая-то типа серф-станция. Народ навыки там гоняет на сапах. Тут пляж песчаный. В общем, очень симпатичное местечко. Можно и с палатками встать. Сейчас вот будний день. Ну, конечно, уже ближе к вечеру, но народ все равно есть. Да, Гришуль? Да. Угу. Так, и так. Гриш, покажи какой-то грязненький. Весь. Весь грязненький, да? Да. И что мы с тобой будем делать? Кажу бу-ай-ай. Правильно, бу-ай-ай. Гриш, покажи-ка еще раз свои ручки. А где ты так извозился? Что ты там делал? Покажи. Ножки покажи. Да. И как ты собираешься в машину садиться в таком виде? А? Как? Вот так. Вот так прям? Да. Ну, не знаю, а, как мы тебя пустим в машину-то. Мне кажется, одежду можно выкидывать. Что ты на это скажешь? Бу-ай-ай. Точно? Да. Ай-яй. Ай-яй. Точно? Ы-яй. Ай-яй. Ай-яй. Уу-у. Ай-яй. Ай-яй-яй. Мам-мам. Беги. Ай-яй-яй. Сейчас будет происходить помывка. Братите внимание на контраст между защищенными от грязи частями тела и незащищенными. Музыка Артем, Артем, полезай. 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 Возвращаемся домой. Уже восьмой час, пора.